Девушки отдыхают Тимур Батрудинов! Доброе утро, Тимур! Здравствуй, Иван! Здравствуйте, Тимур! Тимур, чем сегодня ты будешь угощать все население нашей страны? Какое блюдо от Тимура Батрудинова отныне будет вписано с золотыми буквами в кулинарную книгу каждой семьи? Я решил оттолкнуться от своего имени, от своей фамилии Тимур Батрудинов, соответственно, татарский корник. Татарский корник, да. Так. И, соответственно, сегодня будем работать над приготовлением национального татарского блюда, которое называется биш-бармак. Биш-бармак. Национальное татарское блюдо сегодня в смаке. Давайте похлопаем. Так, для того, чтобы приготовить биш-бармак, кстати, я сам произношу это как биш-пармак. А, кстати, а есть какой-то перевод у этого слова? Есть. Это биш-бармак, пальцы. Биш-бармак, пять пальцев. То есть это говорит о том, что это блюдо... Не умелый повар. Ну, не совсем. То, что его едят не вилкой ложкой, а именно пальцами. Отлично. Значит, для начала нам, наверное, пригодится мясо. Да. Баранину. Желательно баранину. Пожалуйста, пожелал баранину, получи баранину. Соответственно, баранину нам нужно... Что нам нужно сделать с бараниной? Баранину нам нужно отварить. Да, но перед этим, я так понимаю, нужно нарезать... Нарезать ее аккуратными квадратическими тучками. Пожалуйста, бери. Опс. Опс. О! Может быть, на две части? Давай. Кто в семье в основном готовит? Дело в том, что я родился в семье со смешанной культурой. У меня русско-татарская семья. Так. Вот. И по очереди я проводил лето то у татарской бабушки с дедушкой, то у русской бабушки с дедушкой. Так. Вот. И, соответственно, у татарской бабушки с дедушкой я пас баранов. Серьезно? Да. А где это происходило? Это происходило в Казахстане. Как правило? Вот есть какие-то правила, как пасти баранов? Самое главное, чтобы рядом с тобой находился опытный пастух. СМЕХ Скажи, а баранов... Ну, как это происходит? Вот процесс... То есть, ну, коров же надо утром пошел, да, коров попасти, подоил там, я не знаю. Вот. А как баранов? Ведь, может быть, на несколько дней уходят люди на пастбище или нет? Конечно, потому что бараны, бараны, помимо мяса, это еще и руно. Это шерсть, это каракуль. Так. Вот. Поэтому они гораздо дольше пасутся, чем коровы. Так. И физлициклы гораздо дольше. Слушай, ну, а как вот, ну, слушай, сколько тебе было лет, когда ты был? Маленький Тимур? Да, Маленький Тимур. Ну, это вплоть до лет до десяти у меня происходилось периодично. То есть ты ходил, у тебя было лет там восемь, семь, да? Да, и все, пас, пас. А как баранов? Это, ну, хлыст какой-то? Загон для баранов и командный голос. То есть маленький мальчик? Маленький мальчик. А на каком языке ты разговаривал с баранами, если ты у татарской бабушки гостил в Казахстане? Кстати, опытный пастух был ингуш вообще. Ну, естественно. Ну, естественно, в Казахстане. Да, ингуш. То есть многонационально. Значит, мы порезали баранину, мы должны ее сварить. Для того, чтобы сварить баранину, значит, мы используем очищенную воду из фильтра Аквафор. Значит, удивительно чистая вода. Добавим. Так, ну, во-первых, поскольку нам нужен бульон. Бульон нам нужен, ну, литра по три. Да, и не без специй. Не без специй. Подожди, ты знаешь, я хотел бы туда бросить перец, наверное, горошком. Прямо целиком. Вот. Так. Мы засыпаем перчик туда. И закладываем баранину, потому что бульон нам нужен, а для этого нам нужно баранину в холодную воду опускать. Итак. Иван, я вас узнаю у того самого опытного пастуха. Вы знаете, как обращаться с баранами. Да? Да. Слушайте, а вот, Тимур, ну, а когда ты приезжал к бабушке и дедушке, которые были в Подмосковье, в селе Вороново, где, собственно говоря, родился? Где ты родился, да? А вот, кого ты пас в селе Вороново? Лягушек в основном. Лягушек? Да. Так, значит, это все. Мы закончили. На самом деле, правильно я понимаю, что с мясом у нас сейчас… Да, с мясом теперь у нас… Мясо у нас просто должно свариться до готовности. То есть хорошо проваренная баранина. Единственное, что, Тимур… Чтобы бульончик вот пошел. Да, чтобы… Кругляшки жирноватые. Да, это тоже. Это на татарском. На татарском. Кстати, а ты татарский же говоришь? Ну, признаюсь честно, я татарин, воспитанный русскими. Вот что, ну ты можешь по-татарски какие-то слова, ты же знаешь? Ну, конечно. Ну, конечно же, знаешь. А можешь составить, например, предложение? Например, как будет по-татарски в эфире программа «Смак»? «Смак» Кларе Иван Ургант. Ты просто сейчас сказал, у меня ощущение, что ты на эстонском со мной поговоришь. Я просто долгое время в Калининграде жил, а там все… Кстати, там же близко и к Прибалтике. Правильно я понимаю, что папа же военный, поэтому ты поездил по стране? Поездил, да, помотал. Я говорю, что я космополит. То есть ты родился в Подмосковье, уезжал в Казахстан к бабушке. Где еще ты? В Калининграде ты жил? В Калининградской области, в городе Балтийске. В Балтийске. Потом в Петербурге ты учился. Учился в Финеке, где мы пересеклись даже как-то. Мы однажды увидели с Тимуром. Тимур учился в финансо-экономическом академии Петербурга. В университете. Да, куда мы, молодые артисты, ходили занимать деньги и вырабатывать дорогие шубы. Так, тогда нам что нужно, делать тесто? Да, нам нужно сделать тесто. Тимур. Так, ну тогда нам нужно начинать. Да, Иван, мне сказали, что ты тесто готовишь просто замечательно. Я, что ты? Конечно, да. Сюда мы должны налить воды. Я попрошу тебя налить сюда горячую воду из-под крана. Есть. А я хотел бы сейчас при помощи мучицы. Значит, у нас, друзья, нам нужно два стакана муки. Скажи мне, какие любимые блюда у тебя в татарской кухне, Тимур? Я вот, например, не специалист совершенно в татарской кухне. Какие вот прямо такие? Вот, к слову сказать, смесь культур присутствовала постоянно, потому что вроде это татарская семья, а жили в Казахстане. Это что, еще и примеси казахской культуры. То есть казахская культура похожа татарская и казахская культура? Очень похожа. Это одна тюркская группа языков. Да. Вот я недавно был в Турции, и меня, когда узнавали, что меня зовут Тимур, меня признавали за своего. И турки с тобой разговаривали прямо на разных? Да, мне приходилось так же снимать. Это все похожие языки, да? То есть ты, наверное, так же похожа, как русский, белорусский и украинский, например, да, языки? Да. Что-то типа того. Так, два яйца. Два молодца. А посередине бешпармак. Да. Два яйца и воды. А воды нам нужно... Полстаканчика. Полстаканчика воды. Подожди. Вот смотри. Муки много, нет? Нет. Муки много не бывает. Пока будем так, смотри. Смотри, что происходит. Сейчас будет очень интересно. Ну, е-е-е. Да, да, да. А скажи мне, а бывает же, наверное, ну это же, наверное, опасно, а волки могли прийти в степи или где пасли бараны в степи или на высокоболе? Да, больше в степи, больше в степи. А могли прийти волки, например? Ну, мы же не ночью пасли. А волки, они все-таки более ночные животные, они... Ночные волки ты имеешь в виду? Ночные волки, да. Знаменитые байкеры. Угу. Так. Скажи, а какие вообще у тебя предпочтения в продуктах сейчас происходят? Вот что ты любишь? Как ты питаешься, Тимур? Потому что мы с тобой... Ты часто гастролируешь. Мы с тобой вот вместе в цирке на Цветном бульваре снимались в шоу «Цирк». Да, было такое дело. Я вообще обратил внимание, что ты мало ешь. Да. Ты малоед? Ну, так уж повелось. Я со временем начал понимать, что еда должна быть не сколько вкусной, сколько полезной. После смачной истории. Смачной. Я вот именно, да, слово «смачной» я бы хотел употребить. Слушай, вот как ты думаешь, тесто еще нужно нам, что оно чуть-чуть... Чуть-чуть маловато? Да нет, я думаю, что это достаточно. Нет, тесто вполне. Для того количества буранины... Как так там? Ну, еще пока пенообразование слабое. Тимур, так, поскольку сейчас возникает такая ситуация, что я леплю тесто, а ты... А я наблюдаю за этим. А ты горбатого. Хотелось бы, чтобы... Ты не хочешь попробовать тесто вот так вот поделать, как я сейчас делаю? С удовольствием. Да? Да. Ты когда-нибудь делал это, Тимур? Да, я делал это неоднократно. Так давай. Я даже... Ну-ка. Мне же не обязательно тесто. Я иногда домой прихожу и беру что-нибудь, и вот так вот... Мне кажется, муки надо, но легкая слишком. Давай. Чуть-чуть... Да, давайте посыплю мучиться. А у нас же тут такая была штука. Смотри. Ну-ка. Оп. Невероятно. Давай-ка. Так. Давай-ка. Вот как резко и кардинально изменилось. Не перестуши, не перестуши, Тимур. Хорошо, хорошо. Так, друзья, что у нас происходит? Тимур, давай без истерик. Хорошо. Тимур Батрудинов в смаке лепит... Тимур, ты зря делаешь, ты давай его лепи. Да, хорошо, хорошо. Ты его не разрывай. Ладно. Вот, ты давай, да, потому что нам его потом еще раскатывать нужно. Я хотел как бы креативную улычку сделать такую. Из теста? Ну да, типа мы... Я напоминаю, ты потом это будешь есть. А, хорошо. Значит, у нас, друзья, в гостях Тимур Батрудинов, который прямо сейчас лепит тесто. Баранина у нас варится. Готовим мы сегодня бишбармак. Настоящее блюдо, настоящая татарская кухня. Я на секунду тебя покину. У нас короткая реклама на Первом канале, после которой мы вернемся. Вы узнаете, что кускус в переводе с венгерского означает «эх» и «штон». Был бы мне поменьше лет, и было бы у меня две ноги, я бы этой официантке... Ну, ладно, кускус. Борис Львович, ждем вас сегодня вечером на встречу нашего кружка поэтов-метафизиков. О, прошу прощения, друзья. К сожалению, не могу. Приглашен в ДК завода турбинных лопаток на дегустацию крымских вин. Дэн Браун. Ангелы и демоны. Смах на Первом канале продолжается. У нас в гостях сегодня Тимур Батрудинов, с которым мы готовим бишбармак. Настоящее татарское блюдо. Тимур, насколько я понимаю, варится мясо. Да? Баранина порезанная. Да, варится баранина. Если честно, конечно же, пропорции гораздо иные вот в жизни. У нас просто немного, немного этого бараньего мяса. А вообще, как я уже говорил, целый баран нужен для этого. То есть бишбармак варится в огромном котле, что ли, получается? Да, в огромном котле. Более, побольше. Побольше, там мы порезали небольшой. Но мы, чтобы быстрее сварилось. Быстрее сварилось, и нас поменьше будет. Теперь, насколько я понимаю, нам нужно тесто, которое мы замесили, превратить в... В множество одинаковых, практически желательно, ромбиков. Для этого нам нужно раскатать, насколько я понимаю, тесто. Раскатать, это как следует. Скалочка тепла. Скалочка тепленькая. Ну-ка. А какой ширины, не ширины, а какой толщины должны быть ромбики? Ну, человеческой, нормально. То есть обычное раскатывание тесто, пельменное. А, но пельмени же вообще, чем тоньше, тем лучше, да? Ну, не настолько. Эти, я объясню, вот эти кусочки теста, они будут лежать отдельно по бокам, вот так вдоль, вдоль краёв самой тарелочки, потому что это будет непосредственная замена хлебу. Вот скажи мне, вот такой толщины теста тебя устроит? Меня, да. Ну, я серьёзно, я же не знаю, Тимур, может быть, уже хватит? Да, вполне хватит. Вот так. И теперь вот из этого, такими ромбами, да, это всё сделать? Подожди. А, я даже не знаю как, подожди. Так. Ну, не обязательно правильной формы. Всё равно это есть. Вот так тебе устроит? Ну, да. Вот такие вот. Ромбы по-ургантовски. Ну, хорошо, ну, вот это или надо, или больше. Это вполне, если честно, можно и вот так. То есть вот. А, вот, но размер правильный? Правильный, правильный. Мы это всё будем отваривать в воде? В бульончике, в баранье, может быть. Так. Так. Вот. Тимур, ты, Лучок, да, смотри, сразу могу тебе предложить. Смотри, вот ты человек, поскольку бешбарак называется? Пять пальцев. Вот чтобы у тебя всегда было пять пальцев. Всегда был беш. Не бери так, Лук. Возьми вот так, смотри. Подожми пальчики. Раз. И два. Браво. Браво. Остальное. Так, подожди. Ну, я с детства так режу. Как-то приноровился. Вообще, моё детство, конечно, в Казахстане было преисполнено общение с природой, с домашними животными. То есть, а как бабушку зовут, которая в Казахстане? Сара Хусайновна Рахимбаева. Сара Хусайновна? Да, Сара Хусайновна. Подожди, а та что есть что-то, да? Что-то есть у нас общее. Если ты думаешь, что мою бабушку тоже зовут Сара, ты ошибаешься. Нет, нет, ну... Нет, Николаевна. Но в то же время я тебе хочу сказать, что... Кстати, если я не ошибаюсь, совсем недавно мы можем даже сильно не опоздать. У Сары Хусайновны день рождения был. Да, 82 года. 82 года. Так давайте, друзья, поаплодируем. День рождения. Вот. Кстати, я называю ее Абика. Абика? Да. А что это означает? Это бабушка. А дедушка по-татарски Бабай. Так что Бабай я с детства не боюсь. Я знаю, как это переводится. Вот так вот. Я сейчас квадратиками стал дрезать уже. Не рубиками, а квадратиками. Верно. Вот такими, да? Не очень толстые, посмотрите, стыли. Хорошие, хорошие. Это... Слушай, мы тесто не солили, но у нас соленый бульон. Угу. Так. Это нам главное всего в меру. Особенно, когда речь идет о соли. Треугольничек. В общем, на самом деле, геометрический... Вот геометрию можно проходить в Татарстане по форме... Кусочков теста. Кусочков теста, которые без бармак добавляются. Слушай, нам вот этого хватит. Да, более чем. Так, хорошо. Что мы делаем дальше? Лук, зелень нам нужно порезать, да? Зелень. Я прошу тебя, Тимур. Хоть не надолго? Хоть не надолго, ты порежь кинзы. Ее, кинзы. Какая нам зелень нужна? Укроп? Зеленый лук нам нужен? Вообще любая зелень. Давай тогда, зеленый лук у нас же будет такой. Давай, петрушечки до укропчика. Тимур. Ой, а можно я вот немножечко укропчика прямо здесь? Ты прямо так вот съешь его? Вот сразу видно, человек пас баранов. Ты сейчас просто некоторая мимика, когда ты ешь траву. Да, похоже. Так. Да, и вот у меня даже был цыпленок. Да ладно, у тебя был свой цыпленок? Мой цыпленок, да, Петька его звали. Звали, потому что однажды не доглядел я его, и кошки сделали с ним все это грязное дело. Съели. Съели? Съели, да. Потому что можно и почти чисто съесть. Я вот тебе скажу. Слушай, Тимур, но у меня, я когда готовился несколько недель к сегодняшней программе, я для себя выяснил одну уникальную особенность из твоей биографии. Ты, оказывается, служил в армии. Есть такое. Вот глядя на тебя. Не скажешь, да? Сразу чувствуется военная выправка. Проступают сержантские лычки. Расскажи, где ты служил? Я в армии служил после, по окончании университета экономики и финансов. Ага. А, к слову сказать, именно в армии я еще и играл в КВН. Да что ты. Да. У вас была, а в каких-то войсках служил? В войсках связи. 21-й центральный узел спутниковой связи. Служил год. И как команда называлась ваша? Команда называлась, ой, я не помню даже название, там какие-то позывные были. Веселая катушка, может быть, называлась? Ну да. Веселая граница. Длинный кабель? Как называлась команда ваша? Ну, хорошо. Ну какая-то была аббревиатура. Название придумывал не я, а начальство. Ну естественно. Будьте называться так. Будьте называться дети лейтенанта. Дети коротких волн. Да. Слушай. Дети старшины шмидта. Дети старшины шмидта. Так, что у нас происходит? У нас зелень. Слушай, может еще зелень? Еще зелень? Да не вопрос. Да не, наверное, хватит. Мы же ее будем добавлять прямо в тарелку, да? Мы просто припорошим для... Скажи мне, слушай, а как ты думаешь, баранина сварилась? Давай посмотрим. Смотрим. Поднимай крышку. А есть что-нибудь... А? А? Дурачи льдо. Простафеллини. Простафеллини. Ведь есть же варежки. А-а-а. Надень. И теперь приложи к уху. Да. Да, совсем другое дело. Слушай. И вот теперь, друзья, теперь можно... Нет, баранина должна еще повариться. Дорогой Тимур, дорогие зрители, что у нас происходит? Тимур... Да. Вот она. Ну давай поговори, поговори, как будто бы эта варежка жила. Давай, вот ты делай так. Голосом Ивана. А можешь моим голосом сказать что-нибудь? Да, хорошо. Давай. Закончим эту пародию. Друзья, бессмысленная пародия. Я могу это ставить в моих силах. Значит, у нас варится бараньа. У нас нарезан лук, у нас нарезана зелень. У нас готово тесто для того, чтобы мы все это вместе собрали в одно большое целое, которое называется бешбармак. Бешбармак. Тогда я с большим удовольствием, Тимур, на какое-то время тебя оставлю здесь. Будь пока здесь осторожен. До свидания, Ива. Да, друзья, у нас сейчас короткая рекламная пауза, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что ристретто в переводе с итальянского означает небольшая косметическая операция под местным наркозом. Товарищ Подвойский, берите двух матросов и отконвоируйте, пожалуйста, Фанни Каплан в матросскую тишину. А по дороге где-нибудь и позавтракайте. Труман Капоте. Завтрак у Тиффани. Дорогие друзья, смак на первом канале. У нас в гостях сегодня Тимур Батрудина, с которым мы готовим сегодня бешбармак, Тимур. Но если мы воздаем должное Саре Хусаиновне, бабушке Тимура, которая 82 года, и она сейчас в Казахстане нас смотрит, и мы готовим бешбармак, не так вкусно, как Сара Хусаиновна, но мы стараемся. Как зовут вторую бабушку твою? Татьяна Николаевна. Это, конечно. Чувствуйте разницу. Да, это точно. Да. Вот именно поэтому и космополит. Это точно. У меня тоже одного дедушку Иван Денисович, а другого Лев Максович. Вот тоже разница какая. Так. Итак, друзья. Так может быть Татьяна Николаевна чем-нибудь порадует? Конечно. Тем более у Татьяны Николаевны тоже скоро день рождения. Так. Вот. И я хочу приготовить ей блюдо, которое готовила все время она мне. Ну-ка. Это яйца, фаршированные грибочками, которые я, собственно, сам собирал. Так вот почему ты варил, когда я пришел в самом начале нашей программы, грибы белые. Да. Поэтому прямо сейчас, я думаю, что нам имеет смысл. Пока у нас варится баранин. Кстати, проверь баранину, я пойду быстро грибочки процежу, я бы так это сказал. Это аббревиатура какая-то? Нет, нет. Процежу, да. Это институт по изучению грибов. Так. Все. Дорогой Тимур. Да, дорогой Иван. Что нам нужно делать с грибами? Поскольку это блюдо должно готовиться очень быстро. Да. С грибами нам нужно следующее. Сварить мы их сварили. Так. Теперь нам нужно... Их обжарить. Их обжарить. Быстро берем сковородку. Вот сейчас счет идет не на секунды, а на миллисекунды. На 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 секунды. На 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 секунды. Итак, поскольку Сара Хусаиновна уже потирает руки в преддверии, то Татьяна Николаевна несколько удручена. Удручена. Как так? И сейчас Татьяна Николаевна думает, я же тоже бабушка. Может, и не на него мне переписывать недвижимость? Нет, Татьяна Николаевна. Нет. С большим удовольствием. Прямо сейчас, Тимур, позволь, я быстро тогда отдельно для грибов порежу лучок. Раз, два, Татьяна Николаевна. Выходим на крейсерскую скорость. Давай, Тимур, ты помогай мне. Помогаюшки. Иван, Иван, Иван. Нет, так ты мне не помогаешь, Тимур. Что, ладно? Так ты меня несколько сбиваешь. Тимур, у меня просьба к тебе вот какая. Да. Будь любезен. Налей-ка на сковородочку маслица оливкового. Маслица. Да знаешь, мы используем сегодня любимое масло твоей бабушки, Татьяны Николаевны, маэстро олива. Конечно. Пусть нагревается. Подожди, лучок. Грибы мы будем обжаривать на сковородке. Потом вместе с лучком мы все это... Так, яйца. Мы должны поставить варить яйца. Однозначно. Так, берем яйца. А у нас уже... А у нас уже накалился... Оп! Шкварчит. Сейчас мы очень быстро... Для Татьяны-то, для Николаевны-то. Мы что ж... Что ж мы? Татьяна Николаевна. Не люди, что ли, для бабули-то. Так. Накрываем яйца. Все. Яйца мы... Накрыли. Накрыли. Посолили для того, чтобы много соли, для того, чтобы яйца не треснули. Баранина у нас пузырится. Грибы. Тесто. Тесто. В принципе, яйца. Что нам еще нужно будет? Все. Можем позволить. Оп. Опа. Все, сейчас, все, чуть-чуть. Отлично. Так, добавляем гриба ускоса. Ох! Зашипело, заскварчало. Зашипело, заскварчало. Это всегда весело. Не проверить ли нам, что с бараниной? Все. Ну, в принципе, да. Баранина готова. Значит, я делаю маленький-маленький огонек. Дорогой Тимур, я прошу тебя сделать следующее. Выйти из студии. Выйти из студии? Нет, я прошу тебя сделать следующее. При помощи вот этого нехитрого инструмента достать всю баранину, но оставив при этом бульон. Ой, бульон хороший. Подожди, так, мы, наверное, можем уже варить в бульоне, да? Да, уже можем начать, я думаю, варить в бульоне кусочки нашего теста. Ох ты, посмотри, какая зажарочка-то у нас. Ой, ой, ой. После программы, Иван, научишь меня вот так? Конечно, это вообще не проблема. У меня есть специальные курсы. Переверни гриб, называется. Все, я начинаю варить. Яйца варятся. Иван. Давай. Грибы жарятся. Я думаю, что еще надо, да, пожарить грибы? Ну да. Чтобы они такие были. Чтобы вообще поджарые были. Аккуратненько, да? Слиплось чуть-чуть? Ну, слегка, слегка. Смотри, смотри, раз мы бросаем, чуть-чуть огонь больше делаем. Так. Куда бы, Иван, я без тебя. Вот тебе бы ко мне на кухню. Да? Да. Вот бы мы наготовили. Есть такая услуга в нашей программе. Ургант на дом? Ургант на дом, да. Тимур, у меня есть предложение. Поскольку нам нужно немножко лук, что с ним делать? Его нужно немножечко подварить. Можно... Я предлагаю его припустить, причем, знаешь, каким способом хитрым? Смотри. Смотри. Прямо вот так. Прямо молниеносно это будет. Прямо вот одна секунда, смотри. Прямо... Да. Просто раз, смотри. Три минуты примерно лук нужно варить. Ой, Тимур, как у нас все правильно получается. Я думаю, что мы, в принципе, можем через одну секунду начинать выкладывать бешбармак уже сюда в кастрюльку. Так. А пока... Знаете, что мы пока сделаем? А пока мы переложим наши грибы с лучком, переложим вот сюда. Его можно перемалывать прямо горячим? В этом-то и прелесть. Вот это техника. Борк, отлично. Смотри сейчас. Вот так мы его сделаем? Слегка, едва касаясь желтка. Оп. Оп, раз, оп. Причем вот это все этим мы можем жонглировать. Но мы это все кладем вот сюда. Вот. Итак, прямо... Прямо жжжж. Давай попробуем. Смотри. Вот смотрите, что у нас получается. Тимур, я думаю, что мы можем приступать. Вот смотрите, что у нас получается. Слушай, может, хватит, Тимур? Нет? Ну, тесто не обязательно все есть. Главное все выложить. Правильно. Главное все выложить. Да. Все. Значит, теперь сверху что мы кладем? Что сверху мы кладем? Лучок. Или мясо? Лучок. Лучок. Вот так, да? Ага. Так, сверху мясо? Сверху мясо. Мясочка. Мясуня. Так. И сверху заливаем все это бульоном. Подожди. Ну, желательно без каких-то. Хотя с этими совсем. Желательно без каких-то. Смотри, что мы сделаем. Да, если честно. Смотри, что мы сделаем сейчас. Брависсимо, маэстро. Так. Так. Дальше что? Зелень. Припорошиваем зелень. О-о-о. Похоже? Похоже. Серьезно? Да, действительно. Бульона не должно быть больше? Нет. Правильно. У нас все равно нет его. Вот именно. Ответ верный. Ну что, милая Сара Хусаиновна, с праздником. С днем рождения, возьми. С днем рождения, бабушка. С днем рождения, бабушка. Счастья тебе. И здоровья. Вот. Так. Мы сейчас будем пробовать. Подожди. Ну, теперь мы приступаем к Татьяне Николаевне. Татьяне Николаевне, да. Как делается яйца, фаршированные грибами? Берутся яйца, варятся. Варятся. Разрезаются напополам, достается желток из них, яйца остаются как основная форма для того, чтобы дальше. Да. Отдельно отвариваются белые грибы. После этого обжариваются слугом на сковородке. И в блендере вместе с желтками перемачиваются. После чего полученной массой заполнить пространство внутри белка. Сверху вы можете это декорировать укропной веточкой. Тимур, пробуй. Вот и подарок Татьяне Николаевне, твоей бабочке. Дорогой Тимур. Итак, бешбармак. Мы варим баранину, нарезая ее кусками, с перцем, ну и с солью. И в этот бульон, потом мы делаем тесто. Тесто мы делаем так, два стакана муки, два яйца, немножко воды. Все это замешиваем, замешиваем, замешиваем. Так. И когда баранина сварилась, вынимаем и в этой воде бульон. Варим это тесто. И режем, главное, тесто раскатываем и режем его какими-нибудь ромбиками, например, как мы это попытались сделать здесь. После чего берем лук, тоже его термально обрабатываем минуты две-три, да, можем варить, можем на пару подержать, чтобы он был чуть-чуть такой припущенную зелень. И выкладываем тесто, лук, баранина, сверху бульон и потом зелень. Я правильно все сказал? Абсолютно верно. Давай пробуй, как это есть теперь, скажи. Теперь бешбармак, пять пальцев. Берем, руками, конечно же. Руки надо помыть перед этим. Так. Вот. Берем, так вот заворачиваем. Так. И вот так вот, да? Надо представить, что мы сидим где-нибудь, пасутся бараны, да? Да, и мы сидим на корточках, стола нет. Слушай, ну вкусно. Вкусно. Почему нам никто не хлопает? Самое, что интересное, практически тот самый вкус. То есть это похоже на то, что... Да, да. Серьезно? Абсолютно. Надо же. Важная особенность. Если выпивать крепкое спиртное, вот под это, хмель практически не коснется вас. Хмель не коснется? Да. А смысл слов? Ну, это риторический вопрос. Это риторический вопрос. Друзья, Тимур, от нашего спонсора корзина ароматного цилонского чая Акбар. Чай Акбар – неиссякаемый источник бодрости, энергии, хорошего настроения. Для тебя, обладателя всех вышеперечисленных качеств. Пожалуйста. Спасибо. Вот мы и встретились. Это, Тимур, еще не все. Не может быть. Всемирно известный производитель посуды премиум класса. Компания Тапова. Дарья, набор изделий из сервировочной коллекции. И ковш от шефа с буклетом рецепта. Начни модный сезон на Тимур. Не где-то там, а стакан. Но и это все. Не все. Не все. От нашего спонсора тебе достается истинный шедевр домашней коллекции «Соковыжиматель Бор» с гарантией 5 лет. «Соковыжиматель Бор». Друзья, у нас в гостях сегодня был Тимур Батрудинов. Спасибо огромное, Тимур. Поздравляем тебя. Сейчас я к тебе вернусь. И мы сможем испытать все, что мы тебе подарили. Друзья, у нас небольшая пауза. Всего одна неделя, после которой мы возвращаемся, и вы узнаете, что «карри» в переводе с польского означает «эх, проворонил ты свое счастье, Сигизмунд».